В поликлиниках по примеру торговых сетей разделят потоки пациентов. Об этом Сергей Морозов заявил на встрече с главными внештатными медицинскими специалистами. Глава региона предложил организовать посещение здравоохранения с 12.00 до 15.00. Такие меры необходимы, чтобы уберечь здоровье старшего поколения. Губернатор еще раз подчеркнул, что регион находится в режиме повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. Поэтому врачи словно солдаты, сегодня на передовой. А роль главных внештатных специалистов неоценима во все времена. Институт узких врачей был создан еще в Великую Отечественную, и своей актуальности не теряет по сей день. Нам нужно сегодня обсудить, как перезагрузить нашу совместную работу, для того, чтобы резко и существенно повысить качество здравоохранения на Болгарской области. Ежегодно регион из федерального центра получает порядка 55 миллионов рублей на развитие палеоативной медицинской помощи. За тяжелобольными людьми ухаживают в Ульяновском областном хосписе. Медучреждение включает в себя стационар на 35 коек. В 2019 году удалось открыть специализированное отделение в МСЧ, а в Ульяновской детской больнице появилось две койки. В этом году аппаратами ИВЛ, откашливателями и кислородными концентраторами оснастят профильное отделение Кузоватовской районной больницы и дополнительно закупят хоспис. Сегодня в палеоативной помощи нуждается 11 тысяч жителей области. Мы будем обучать и готовить специалистов первичного звена, для того, чтобы открыть в дальнейшем до 2024 года 40 кабинетов палеоативной помощи, которые действительно будут практически в каждой медицинской организации находиться. Это во-первых. Во-вторых, будем расширять выездные формы работы, то есть формировать выездные патронажные службы. Намерены сократить дефициты врача и офтальмологов. Сейчас все силы направлены на подготовку ординаторов. Студенты-медики нового поколения должны быть хорошо знакомы с маршрутизацией пациентов, показаниями, со всеми современными методами диагностики и лечения. Сейчас у нас появилась возможность увеличить количество офтальмологов, которые будут работать на территории Ульяновской области за счет бюджетных мест, которые выделяются нам в ординатору. Вот в этом году будет 5 целевых бюджетных мест, 2 места ежегодно – это недостаточно. А внебюджетные офтальмологи могут выбрать и уехать в другой регион. Напомним, повышение качества и доступности оказания медицинской помощи – основные задачи национального проекта здравоохранения. Ринат Алиулова, Александр Кудряшов. Новости Уллправды ТВ.